Дом Петипа Представлено на 12-м международном фестивале балета «Мариинский» в Санкт-Петербурге. Дом Петербурга Ты должен идти быстро и успевать многое. Этот балет объясняет это очень хорошо. Юноша все время смотрит на часы, а смерть, она где-то здесь. Но ты никогда не знаешь время ее прихода. Я очень изменился, когда встретил Ролана Петипа, потому что я смог его понять. Для него очень важна была техника, но более всего чувства и мысли. Открытие фестиваля подарило новому поколению солистов Мариинского театра шедевр Ролана Петипа «Юноша и смерть». Постановку осуществил Луиджи Боннино. На протяжении 35 лет он был ассистентом Ролана Петипа. Мною Луиджи был недоволен. Все это время он требовал большего. Больше эмоций, больше страсти. Больше... Как это сказать, чтобы было понятно то, что я делаю. Он мне говорил, что это не классический спектакль. Абсолютно реальный человек в абсолютно реальной ситуации. Он живет в мансарте, в Париже. Вся вот эта вот атмосфера, декорации, потрясающие декорации. Впервые на сцене Мариинского театра балет «Юноша и смерть» был поставлен в воссозданных декорациях премьерного показа 1946 года в Париже. История очень интересная. Это декорация Георгия Вакевича для фильма, который снимался на студии в Париже. В нем играли Жан Габен и Марлен Дитрих. И этот фильм так заинтересовал Ролана Петипа, что после съемок вся декорация из съемочного павильона была перенесена на сцену театра Шан-Зелезе. И вот там Ролан Петипа уже смог прочувствовать атмосферу парижских крыш. Сейчас уже трудно поверить, что в последний момент по настоянию драматурга Жана Кокто джазовая музыка, на которую ставился балет, была заменена на музыку Баха, а хореография осталась прежней. Тем неожиданнее получился результат. Джазовые ритмы теперь можно увидеть в пластике. Когда я прихожу смотреть балет, мне необходимы эмоции. Я хочу сопереживать. Это, конечно, здорово смотреть пируэты и прыжки, невероятную технику, но после этого у тебя нет душевных эмоций. Внутри тебя ничего не остается. Я каждый раз говорил Кате, это хорошо, то, что ты делаешь, но это для камеры, для съемок крупного плана, но никак не для сцены. Ты должна послать эмоции далеко в публику, а для этого необходимо передать их намного больше. Вот это было самым трудным для артистов. Когда вы делаете шаги и пируэты, каждый это видит, но эмоции намного труднее проявить. Отрабатывали все, даже броски стульев. Я рассказывал Луиджи, что когда он танцевал спектакль, он получил шрам на лице, потому что стул отскакивал. Но здесь очень сложно находиться как бы в холодном состоянии духа, когда кидаешься эти предметы, потому что настолько захватывает происходящее, и это все становится таким реальным, что ты там сам вживаешься в этом очень быстро. Я думаю, что вы сегодня видели оригинальную, настоящую версию Ролана Петти, и она действительно получилась. Ролана Петти Он очень хорош. Она великолепна. Я очень-очень счастлив. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Легендарный французский танцовщик Микаэль Динар Работал с выдающимися хореографами Бежаром, Робинсоном, Роланом Петти. Тем интереснее было стать участником его мастер-класса в дни фестиваля. Танцовщики Мариинского театра всегда были высочайшего класса. Это компания самого высокого стиля. Замечательно видеть молодых артистов, сохраняющих в своей работе этот стиль. Иногда полезно иметь разных учителей. Не потому, что они лучше или хуже, но лишь потому, что они привносят что-то новое, чтобы артисту вновь обрести себя, уже обновленного, и уже в соответствии со своей собственной личностью раскрывать профессиональную индивидуальность. Одна из интриг Международного балетного фестиваля это соединение солистов из разных балетных компаний в спектаклях Мариинского театра. В Лебедином озере впервые партнером Алины Сомовой стал Мэтью Голдинг, премьер голландского национального балета. Я всегда нервничаю. Если ты нервничаешь, у тебя есть энергия. Но сейчас дело в том, что я танцую эту редакцию балета первый раз и не дома. И надо найти путь к музыке, к стилю, наслаждаться этим процессом. И тогда все получится. Самое главное это показать разницу между Адеттой и Аделией. Это очень важно, чтобы зрители видели, что это две разных принципы балерины. И, естественно, больше работы уже уходит на создание образа, на создание каких-то мелочей, которые делают такой сцельный образ, чтобы зрители смотрели это как кино. Я закончил лондонскую королевскую школу, потом учился в Кировской академии балета в Вашингтоне и в студии Американского театра балета. Перед тем, как в 14 лет всерьез заняться классическим балетом, я осваивал также джаз-танец. Последние три года я премьер в голландском национальном балете, что еще новое для меня. Я наслаждаюсь тем, что я делаю. Это действительно особенный опыт для меня, потому что я впервые танцевал в Мариинском балете, познакомился с Алиной и замечательными репетиторами. Сегодня меня переполняют эмоции. Меня очень впечатлила интерпретация образа Анны Карениной, созданного Ульяной Лопаткиной. Это настоящая трагическая актриса, очень сильная и убедительная, незабываемая эмоция. Это замечательно. Акцион спектакль для меня, как и роман, он сложен для восприятия. Я, как танцовщица, могу сказать, что никогда не знаешь, что будет происходить во время спектакля внутри. Потому что это один из немногих балетов, где чрезвычайно важна история самих актеров внутри профессионального текста, внутри танца. Потому что от того, какая эмоция, в каком движении зависит текст именно этой истории, которая называется Анна Каренина, балетное произведение. Этот спектакль, может быть, не такой желанный, не такой любимый в силу его какой-то чрезвычайно трагичности. Он дал мне творческий определенный толчок для понимания, для переосмысления, для неосуждения. Не осуждать людей, которые попадают в такие ситуации и поступают как-то так, как тебе кажется, ни в коем случае нельзя поступать. Я очень ей сочувствовала. Очень. Это, конечно, страшное заблуждение, до которого она дошла. Очень тяжелое состояние. Красота хореографических линий и музыкальных акцентов привлекает к балету «Империал» все новое поколение исполнителей. Баланчин всегда сложен для любой балерины. Музыкально у него абсолютно другие акценты, они смещены. Но именно в этом балете тяжела первая вариация. Балерина начинает именно с нее, вот с этого пироэта, который называется «Циркуль». И если он не получился, ты очень расстраиваешься. Ну, хотя такое было редко, всегда обычно получается, чем ее очень радуют. Дебют Тимура Аскерова в балете «Империал» это первое знакомство юного артиста с хореографией Баланчина. Большая находка для театра. Он еще очень молод, ему всего 21 год. Я когда это услышала, я просто очень удивилась. Это сколько еще впереди у него, я уверена, что все будет хорошо. Находка где-то хорошая. Нашли в Киеве, когда я работал в Киеве. Вот для партнеров вот такого роста, у него прекрасные длинные руки, я сегодня получала удовольствие. Это гениальный баланчин. Он смог почувствовать в этой музыке потенциальное балетное содержание, причем такое абстрактное, но вы все узнаете, вы все видите. Это как то, что не вошло, допустим, в Ливидиное озеро или в Щелкунчик. Танец абсолютно тесно связан с фортепианой партией. Ничего интересного для фортепианиста нет. А что думает Тереза Райхлен, солистка театра Нью-Йорк-Сити-балет, о том, что значит быть балериной Баланчина. В ее репертуаре уже около 20 балетов великого хореографа. Я думаю, что это значит любить музыку, любить танцевать и быть способной представить работы Баланчина публике, чтобы она начала больше понимать музыку и танец. Я думаю, надо просто стараться любить танец и музыку так, как он любил. Ведущие солисты театра Баланчина впервые представили балет «Глубный сын» совместно с труппой Мариинского театра. Я родился в Санкт-Петербурге, штат Флорида, США. И меня часто спрашивают, приехал ли я из России, потому что мало кто знает Санкт-Петербург в Соединенных Штатах. «Глубный сын» — это особая роль. Прежде всего, это каноническая роль. Ее танцевали столько выдающихся танцовщиков. И я разделяю это наследие. К тому же, эта роль сложна актерски. Надо передать эту притчу так, чтобы в эту историю поверили. Нужно сделать ее существенной и актуальной для сегодняшнего дня. А это непросто. Это моя любимая роль. Я чувствую здесь реальность присутствия хореографа. К сожалению, мне не пришлось работать с Баланчаным, потому что я тогда еще не родился. Но быть в доме, где он творил, который он любил, это все равно, что ощущать то, как он смотрит теперь на нас издалека. Это особенное чувство. И я надеюсь, что я достоин того, чтобы быть в его родном доме в роли блудного сына. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok